На лошадь в два раза выше ее самой шестилетняя Алина Гарифова забирается без всякого страха. Более того, слезать после прогулки с нее не хочет. И по терапии солнечная девочка начала заниматься весной. Всего за полгода ребенок победил сразу две своих фобии – высоты и животных. То есть даже это немного настораживает. Она теперь бежит прям ко всем, не боится ни собак, уже никого. Хотя раньше мы вообще к ней не подходили, кричала. Она становится самостоятельной с возрастом. Я сама, я туда пойду, а ты со мной не ходи. То есть на улице тоже просятся сама, мы ездим на танцы. Я пойду сама сегодня, со мной не надо ходить, обратно вызову такси и приеду домой. Слово «лошадка» стало одним из первых для четырехлетнего Степы Даньком. В конный клуб мальчик пришел в июле с диагнозом задержка психоречевого развития. До этого полгода лечился медикаментами, но прорыв в речи случился именно в момент общения со скакунами. В феврале этого года он говорил слов 15 всего. И вот сейчас он говорит практически все. Таких прям рассуждений пока еще для его возраста нет, но речь уже хорошая. В этом году и по терапии в контуре занимались 24 особых ребенка. Уроки прекратились еще в ноябре из-за холодов. Так что праздника в клубе дети ждали с крайним нетерпением. Кроме катания на лошадях, они смогли поваляться на сене и пожарить зефирки. Мир у них немножечко ограничен в связи с тем, что они требуют особое отношение к себе. И поучаствовать в каком-то мероприятии, которое предназначено общемассовое, возможно какие-то сложности у них возникают. И у родителей тоже привести такого ребенка в какой-то общий коллектив, потому что дети по-разному реагируют. Ну, чаще всего крик и нежелание. А здесь, во-первых, знакомая среда. Прятать особых детей дома нельзя. С этим согласны и активные родители, и педагоги, и психологи. Только в обществе малыши даже с самыми тяжелыми диагнозами будут развиваться и успешно бороться с болезнью. Редактор субтитров А.Семкин